Не раз в фольклорно-этнографических экспедициях нам приходилось слышать рассуждения наших информантов о том, что сегодня люди перестали петь. По их воспоминаниям, раньше пели все от мала до велика. Песня сопровождала человека с рождения до самой смерти. Как же так получалось, что люди, не имеющие музыкального образования, к определенному возрасту были способны воспроизвести порой сложнейшие партитуры, виртуозно ведя свой голос и в то же время согласуясь с общим звучанием. Конечно, не все могли петь, мастерски ведя песню, но подпевать мог практически каждый. Очень интересно про таких подпевающих, говорят в народе. «А что тут сложного? Род коси да головой тряси». В большинстве же своем народ пел, и пел умело. Попробуем разобраться, как же в старину учились петь. В поисках ответа мы должны обратиться к тому периоду в жизни человека, когда он, еще совсем маленький, лежит в колыбельке. Именно там начинается его обучение пению. Да, именно обучение через слышание маминых колыбельных, ее ласкового голоса, успокаивающих интонаций. В публичном архиве песен Севера Удмуртии хранятся несколько колыбельных, записанных на территории Гринского района. Послушаем одну из них. Сегодня многие вновь начинают обращаться к этим уникальным образцам фольклора. Так Юлия Богданова выучила для своей доченьки колыбельную, которую записала в селе Корсовай Болезинского района. Спи, мое дитятко, спи. Бай, 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 бай. Звучит музыка. Звучит музыка. Спать укладываю. Спи, мое дитятко, спи. Бай, 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 бай. Бай, 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 бай. Хоть и тебя засыпай. Бай, баюшки, баю, спать укладываю. Все мы знаем, что с маленьким человечком обязательно надо разговаривать. Но всегда ли правильно мы это делаем? При общении с ребенком наша речь должна быть красочной, интонационной и ритмически разнообразной. Ведь как бывают счастливы мамочки, когда на их зазывное «агу», «агушеньки» слышат в ответ неясный, но такой родной детский лепет. Общение началось. Причем оно оказывается сначала не вербальным, а предмузыкальным. Очень важная составляющая процесса музыкального воспитания – это развитие чувства ритма. Первоначально его буквально вбивают в маленького человечка ритмичными пестушками, потешками, прибаутками, всегда сопровождающиеся какими-то движениями. Так можно представить себе, как под потешку прыг-скок в исполнении Тины Ивановны Кудрявцевой подпрыгивает, захлебываясь от восторга, сидящий у нее на коленях ребенок. Забава это или обучение? И то, и другое. И как все, что сопровождает человека в жизни, выработано опытом многих и многих поколений. Ритмический опыт, приобретенный в пестушках и потешках, позднее закреплялся в считалках. Что же такое считалка? Это небольшие стихотворные тексты с четкой рифморитмической структурой, предназначенные для избрания участника из множества. История считалки уходит в далекое прошлое. Есть несколько версий их появления, но все исследователи сходятся на том, что самые древние считалки имели асемантический, бессвязный текст, который должен был быть непонятным для злых духов, например, при распределении добычи или расчете. Послушайте две считалки, находящиеся в нашем архиве. Их тексты практически непереводимы. Следующая считалка прозвучит уже в детском исполнении. В ней нет загадочных слов. Однако сюжет считалки чудесным образом перескакивает с одного образа на другой. Катилась мандаринка по имени Иринка В школу не ходила, двойку получила А двойка не моя, у чужого короля Король сидит на лавочке, считает свои козявочки А козявка убежала, все директору сказала А директор разозлился, прямо в бочку провалился В бочке тараканы играют барабаны Считалки на сегодняшний день еще бытуют в детской среде Однако не всегда их произнесение бывает достаточно четким Постепенно осваивая средства музыкальной выразительности Ребятки и сами начинали петь песенки Сначала незатейливые из двух-трех звуков Когда обращались к божьей коровке, стрекозе, солнышку, дождику И постепенно переходили на более сложные Учились запоминать слова и напев В одной из передач мы уже рассказывали о песне Записанной у участниц любительского объединения Ветеран деревни Шадбегова Игринского района в 2005 году Она оказалась настолько интересной, что ее взяли в репертуар Уже несколько фольклорных коллективов И сейчас мы услышим ее в исполнении Участниц фольклорного ансамбля Крещ Куара Сестер Широбоковых Ани восьми лет И шестилетней Яны Сестер Широбоков 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 Подрастая, ребята отваживались подойти уже и к взрослым К их хороводу Вот как вспоминают сестры Дубовцевы из деревни Колногоры Про те времена, когда они были маленькими Я так все помню, как вот эти проходили вечера Как они в компании из одной деревни Из одного дома в другое ходили Это я все хорошо помню И как песни пели И даже помню, кто какую песню пел Да ты знаешь Пели хороводом, пели раньше вот эти А мы еще вот это были Это висбот, висбот Не дороски ведь еще были А мы рядом хоровод Опять эти девчонки маленькие Опять вот такие Опять хоровод водим Это рядом у нас особый хоровод А они там взрослые водят А мы вот уже у нас Учились как-то Да-да-да Самым важным в процессе обучения традиционному пению Являлся слуховой опыт Размышляя об этом Любовь Михайловна Анисимова и Евгения Михайловна Бармина говорили Раньше ведь как было Молодежь пляшут на вечерках Водят хороводы А младшие сидят, смотрят, учатся Так и передавалась традиция А на застольях взрослые пели А дети на печку залезут Сидят и слушают, запоминают песни Сами собой песни запоминались Никто их специально не учил Наши исполнительницы вспоминали и посиделки или беседы Как они их называли Общие песни пели на посиделках А на посиделках, я помню, взрослые запоют Все пели эти песни, которые советские песни И старинные песни пели Все пели то, что такое Поплачут, опять поют Все вот такие песни общие Вот эти пели Разные вот эти все Которые мы старинные песни пели Вот эти пусть даже Которые мы пели Алики цветочек Вот типа такого песни все пели Ну и современные современные цветочки Эленький ты мой цветочек Зачем рано Любил пырень и девицу Любил пеиста Эк, любил пырень и девицу Любил пеиста А через нее красотачку В темницу попал Через нее красотачку В темницу попал А в темнице нас Сто разбойничков сидят Сто разбойничков сидят Сидят и набирают Я дву грозных палачей Сидят и набирают Я дву грозных палачей И палачет во дверь И разбойничков в окно Палачет во дверь И разбойничков в окно Сидят и набирают Сидят и набирают Да был я в чистом поле На ворону Да был я в чистом поле На ворону коне И дам ташку канаре Ечку на лету бил Ташку канаре Ечку на лету бил И рта меня горькую сироп Ташку на лету бил Ташку на лету бил Ташку на лету бил Гибнет за дружка Ох, гибнет, гибнет Гибнет, гибнет Лицо гибнет за дружка От да золотого ноги И мне, что славушка Худо Да зато она И мне, что славушка Худо Васает Айсасла Вы В постелюшку Слегла Сает Айсасла Вы В постелюшку Слегла А в постели Три Недели Не ела Не пила А на четвертую неделю Поево попила А на пятую неделю Гулять с милым пошла Удивительна эта песня А ленький цветочек Кто не прикоснется к ней Не попробует ее спеть Для всех она становится Любимой Говоря о застолье О праздниках Когда вместе собиралась Многочисленная родня Нельзя в очередной раз Не посетовать на то Что традиция эта разрушается А вместе с ней Уходят и песни Так почему же люди Перестали петь Надеюсь Мы все задумаемся Над этим вопросом Но не хочется Заканчивать Передачу На грустной ноте Поэтому Мы делимся С вами Радостью Открытия Открытия Уникальной Исполнительницы Из поселка Кес Которую нам Удалось записать Это Мария Илларионовна Ветерникова Как она говорит Мне семьдесят лет А я пою И пляшу Давайте Послушаем певицу И пожелаем ей здоровья И бодрости духа На долгие Долгие Годы Не до кольжи Не до кольжи Не робят Малычу Жай Пей И петь Ох Не пороль Да нам робят Да свою Заводить И то пиво И то пьяною Нам малави Пьются Ох Молодецкая Любодка Не забудется Хоть Забудется Любовь Молодец Помят У 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 Пусть серень был Китаем в римлянном городе, Ох, все, что я лежу в палаты да белые камены, Ох, все, что я лежу в палаты да белые камены, Ох, как в этих в палатах да стоя сто уголечки, Стою столечки, столы, молодых сюда дубовые, Ох, все, что я лежу в палатах да белые камены, Ох, как на этих на столах да все скотерочки, Ох, все, что я лежу в палатах да белые камены, Ох, все, что я лежу в палатах да белые камены, Мы завершаем цикл передач, посвященных традиционной народной культуре И очень надеемся, что нам удалось хотя бы приоткрыть дверь в то время, Когда люди жили, ориентируясь на простые человеческие ценности И верим, что еще очень долго Публичный архив песен Севера Удмуртии Будет пополняться все новыми и новыми материалами Севера Удмуртии Севера Удмуртии Севера Удмуртии Продолжение следует...